Очередное показательное убийство. Почему в Украине так вольготно чувствуют себя преступники? И что мешало правоохранителям уберечь Амину Акуеву после первого покушения? Черные нотариусы. Кто сдал бизнес и имущество граждан рейдерам? И насколько легко ушлые юристы могут оставить вас ни с чем? Две стороны монетизации субсидий. Государство или население? Кто на самом деле выиграет от выплаты новых компенсаций? Вспышка смертельной инфекции. Украинцев предупреждают об эпидемическом неблагополучии. Стоит ли бояться эпидемии Менингита? Добрый вечер. Я Алексей Лихман. Давайте вместе проанализируем главные подробности уходящей недели. И начнем с того, что впервые за долгое время украинские силовики смогли наконец похвастаться хорошим результатом. Громкое преступление раскрыто. Подозреваемую в совершении убийства полковника СБУ Александра Харабирюша задержали в Одессе. Ее удалось буквально выманить с оккупированной территории. Напомню, полковник Харабирюш был убит в марте этого года в Мариуполе. Почерк этого преступления был типичным для последнего времени. Киллер взорвал автомобиль. Сослуживцы полковника пообещали сделать все, чтобы найти и наказать виновных. Сколько за убийства получил киллер? И как было раскрыто это преступление? Смотрите далее. Утро 31 марта этого года. Мариуполь. В оцеплении правоохранителей пожарные тушат взорванный джип. Преступление совершено дерзко в нескольких метрах от центрального райотдела полиции. Мне такое впечатление было, что у нас тут начали бомбить. А позже стало известно, за рулем машины был полковник СБУ Александр Харабирюш. Спиробедник СБУ, фактически руководитель контртеррористического подраздела Донецкого полиции СБУ, загиб в собственном автомобиле, вбился выбух, он втратил обе две ноги и от кровотечения помер в шуткой документе. Александр Харабирюш был очень заметной и даже знаковой фигурой для Донбасса. Украинский патриот родом из Донецка. В военных кругах его называли Саша Хара и очень уважали, враги боялись. Харабирюш был одним из самых эффективных контрразведчиков. На его счету около 80 задержаний российских агентов и террористов. И в большинстве операций он принимал участие лично. Поэтому одной из первых озвученных версий убийства был российский след. И вот сейчас, спустя полгода, об этом говорят как о доказанном факте. Мы знаем значительно больше, чем сейчас можем сказать. Я скажу только то, что эта людина входила в так называемый центр специальных операций, который действует под эгидой МГБ ДНР. Центр координается и финансуется спецслужбами Российской Федерации. А на этой неделе задержали исполнительницу убийства. Жительницу Донецка удалось выманить на подконтрольную территорию. Она приехала в Одессу оформлять биометрический паспорт. Хочу сделать добровольное заявление. Я Прасолова Юлия Вадимовна 13.07.1988 года рождения. Совершила преступление в городе Мариуполь 31 марта. Убийство полковника Александра СБУ. За выполнение своей работы она получила за предыдущими данными 15 тысяч американских долларов. Юлию Прасолову удалось задержать благодаря видео с камер наружного наблюдения. Вокруг ходила, ходила, смотрела, смотрела. Один раз уже хотела подойти, села в арку, открыла рюкзак, подняла голову, на меня смотрит камера, испугалась, ушла. Но в конце концов Прасолова вернулась и прикрепила взрывчатку к днищу машины Харабирюша. Этот момент тоже есть на видео. Убийство полковника СБУ расследует по статье «Теракт». И хотя исполнительница поймана, следствие еще продолжается. Еще раз важно заметить, насколько это убийство полковника Харабирюша похоже по почерку на убийство Павла Шеремета. Взорван автомобиль. Сила взрыва была такой, чтобы Шеремет не смог выжить, но при этом случайные люди не пострадали. Киллер-женщина. Вот только в расследовании убийства Шеремета нет никакого прогресса уже более чем полтора года. Да и журналисты исследуют факты этого дела даже тщательнее, чем сами следователи. Полицейские же занимаются расследованием и убийства Амины Акуевой. Тут почерк убийц совсем другой. Напомню, в понедельник вечером в Киевской области был обстрелян джип. Акуева погибла, ее муж Адам Осмаев получил ранение в ногу. Это было уже второе покушение на Акуеву и Осмаева за последние пять месяцев. И если в первый раз киллера удалось задержать, то на этот раз никаких данных о том, кто стрелял, нет до сих пор. Предположений масса. О мотивах убийц спорят всю неделю. И, похоже, это еще одно громкое преступление, правду о котором мы узнаем еще не скоро. Почему, знает Алексей Пшемызский. Поселок Глеваха под Киевом. Тот самый железнодорожный переезд. Та самая дорога. Сейчас о преступлении напоминают лишь остатки заградительных лент на деревьях и окровавленные медицинские перчатки на асфальте. Амина и Адам двигались по одесской трассе, развернулись и съехали в поселок. Нападавших было двое. Первый поджидал на повороте в Глеваху и следил за машиной. Как только жертвы приблизились, он дал команду киллеру. Миновав переезд, Адам свернул вправо, на дорогу, в сторону села Малютенко. Непосредственно киллер мог прятаться прямо где-то в этих кустах. Справа по направлению езды автомобиля. Именно с той стороны, где сидела Амина. Лесопосадка. Вокруг ни камер, ни прохожих. Как только джип приблизился, он открыл по машине огонь. Адаму удалось проехать еще около 300 метров. Он свернул и остановился в лесопосадке. Все разлеталось вокруг меня, все, панель, все. И попало в голову, я сколько мог проехал. Еще машина тоже, когда двигатель попали, остановилась. Я пытался показать первую помощь, но мне в голову попали. Убийство произошло около 9 вечера в понедельник. На место сразу съехались десятки полицейских авто. Все подъезды и подходы перекрыли за сотни метров. Это пока единственные видеомашины после нападения. Как видно, со стороны водителя всего три следа от пуль. А это фото джипа опубликовал боец АТО Ротан Крымский. Написав, что Амина приняла на себя 6 выстрелов. Адам Осмаев получил лишь ранение в ногу. Кто именно был целью киллеров? Вопрос пока без ответа. Ведь нападавшие, покидая место преступления, могли видеть, что Адам жив. По мнению местных жителей, убийцы уехали по той же дороге, в сторону Малютинки. То есть мимо расстрелянного джипа. Эта дорога идет через поля. По ней можно попасть в Боярку. И именно в Боярке кто-то сфотографировал сломанный той же ночью шлагбаум на переезде. Не исключено, что киллеры пытались проскочить перед поездом. Но пока это лишь предположения. Комментарии правоохранителей довольно формальны. Что это было? Это был обстрел? Расстрел обыкновенный. К сожалению. Война идет в стране. Позже в полиции добавили, Амину и Адама заказали. Обе версии покушения озвучены правоохранителями с российским следом. Работа вражеских спецслужб или месть Рамзана Кадырова. В России Адама подозревают в подготовке покушения на главу Чечни и на Путина. Родившийся в Грозном, Осмаев давно поддерживал идею борьбы за независимость республики. Его отец в прошлом влиятельный в Чечне бизнесмен, занимавшийся нефтью. Адам учился в престижных вузах МГИМО и Букингемском университете в Великобритании. В 2007-м его в составе группы чеченцев задержали в Москве, якобы за подготовку теракта. После этого он прятался в Украине. В Одессе познакомился с Аминой, а в 2012 году был задержан. Но после Майдана был полностью реабилитирован и отправился в АТО вместе с Аминой. Там она была медиком в батальоне «Киев-2», затем стала снайпером. По данным СМИ, настоящее имя Амина Акуевой Наталья Никифорова. Позже она стала Анастасией, а затем Аминой. Родилась в Одессе. По ее словам, настоящий отец был чеченцем, а мать – уроженкой Краснодарского края. Амина долгое время жила на Северном Кавказе. Школу окончила в Москве. Именно там в 17 лет приняла ислам. Затем вернулась в Одессу, поступив в медицинский. Первое покушение на Адама и Амину произошло этим летом. Тогда в Киеве в Осмаево стрелял Артур Денисултанов, известный в России бандит и близкий к главе Чечни киллер. Мужа спасла Амина, подстрелила нападавшего из наградного пистолета. Сейчас Денисултанов в СИЗО. Адам уверяет, первое покушение – подрыв бойца батальона Дудаева Тимура Махаури и теперь убийство Амины – дело рук одних и тех же киллеров. Это продолжение. То есть это российский след? То есть это то же самое. Это взаимодненные цепи. Здесь действует террористическая какая-то группа. Интересно, что по словам основателя волонтерской группы «Вернись живым» Виталия Дейнеги, Адам и Амина собирались покинуть Украину из-за угрозы жизни и того, как идет расследование предыдущего покушения. Совершенно неожиданно им не дали статуса потерпевших. Даже 4 месяца уже прошло, они до сих пор в этом не являются потерпевшими. При том, что там вся доказательная база была на месте. То есть киллер был подстрелен в машине, при нем было оружие, гильзы, там все было. То есть я не знаю, что еще надо. Адам и Амина хотели уехать из Украины, потому что они прекрасно понимали, что будет второе покушение. Соответственно, без статуса потерпевших только Адам выходит из больницы, с него снимают охрану. Именно из-за этого Амина и Адам уже несколько месяцев находились без охраны, уверяет волонтер. За три дня до гибели Амина опубликовала в сети фото, написав «Мы готовы к встрече с новыми киллерами». Амину Акуеву похоронили в среду в Днепре, на Краснопольском кладбище. К могиле под пристальной охраной спецназа пропустили лишь близких и попротимов. Ни фото, ни видео журналистам сделать не удалось. Адам лишь опубликовал в сети одну фотографию Амины перед погребением. Алексей Пшимыски, Иван Ермаков. Подробности недели, телеканал Интер. Вопросов без ответов хватает и по взрыву телеканала «Эспрессо». Тогда два человека погибли и трое были ранены. Во-первых, до сих пор непонятно даже то, кто же на самом деле был мишенью преступников. Депутат-радикал Игорь Масичук, хотя и пострадал меньше других жертв теракта, абсолютно уверен, что убийцы покушались именно на него. Причем уверен настолько, что обвиняет в проплаченности всех экспертов, которые делают иные выводы. Второй момент. Здоровье пострадавших. Если с Масичуком-то все как раз понятно, его соратники по парламенту без поддержки не оставят, то вот с другими жертвами все намного сложнее. Например, тяжело раненой женщине политики обещали помочь, но ограничились сущими копейками. Подробности смотрите далее. В тот вечер Надежда Тарасенко привычной дорогой шла к себе домой. Буквально за минуту до взрыва зашла в магазин за гостинцем для внучки. Возможно, именно это и спасло женщине жизнь. Мама в этот момент была как раз вот тут перед сходами. Человек заходит в этом подъезде, находится студия Эспрессо ТВ. Это Ирина, дочь пострадавшей от взрыва женщины. На месте преступления она рассказывает, как это было. Надежда Тарасенко получила тяжелое ранение, пуля попала в голову. Три часа за ее жизнь боролись хирурги. Сейчас состояние Надежды стабильное. Ее перевели из-за реанимации в обычную палату. Но впереди еще две операции. И никаких гарантий на полное выздоровление. Одна по установлению пластины, другая по пластице. И очень долго, очень тяжелая реабилитация. И вообще мама на все жизнь залишится инвалидом. Лекарь говорит, что лекомание нужно пожитие. И такое лечение – это колоссальные деньги. Сразу после взрыва все внимание было уделено лишь народному депутату Игорю Масейчуку. А о пострадавшей Надежде Тарасенко попросту забыли. Ирина даже через соцсети обращалась за помощью для раненной матери. Ведь в первые же дни семья на лечение потратила все сбережения. От Масейчука телефоновали, запитали, если нужна помощь. Я сказала, что нужна. И тишина, все. Потом после этого я им телефонировала, снова говорю, что могу я ожидать на какую-то помощь, потому что мы должны на что-то рассчитывать. Они говорят, что да, мы допоможем. И все, тишина. Помогали семье обыкновенные люди. А вот помощь наших радикальных политиков, которые так умело делают пиар на любви к простому народу, вышла более чем скромной. В больнице до сих пор находится и пострадавший политолог Виталий Бала. О его состоянии известно мало. Родственники запретили разглашать эту информацию. Зато за состоянием здоровья Игоря Масейчука каждый желающий может следить хоть по часам. Политик на своей странице в Фейсбуке с завидной регулярностью два раза в день отчитывается о самочувствии. Пишет и о медицинских манипуляциях, и о снах. В восторг парламентское заседание наступного тижня может начать создание темчасовой следовательной комиссии по расследованию замоку на жизнь народного депутата Игоря Масейчука и террористическому акту, который произошел в наследок сегодня. Парламент не имеет права молчать. Покушение на себя Игорь Масейчук считает единственно правильной версией. Остальные версии даже проплаченными называют. Хотя сами правоохранители допускают, целью преступников мог быть и Виталий Бала. Независимые криминалисты не исключают, что киллер охотился на Михаила Мормеля, подполковника МВД в отставке. Он погиб во время взрыва. А на этой неделе в СВУ обнародовали еще одну версию. Что же произошло на самом деле, пока гончательную версию не обнародовали? Идет следствие. А значит, остается поле для политических импровизаций. Вот только семье Надежды Тарасенко не до пиар-игр. Ведь у них на кону жизнь мамы. А вот кому всегда везет с расследованиями, так это Антону Герасченко. Мало того, что он сам всегда знает, кто стоит за тем или иным преступлением, так еще и преступления против него раскрываются в первую очередь. Помните покушение на Герасченко, которое якобы готовили российские спецслужбы? Его удалось раскрыть еще на этапе планирования. Силовики демонстрировали даже записи переговоров киллеров. Настолько детально спецслужбам удалось проработать это преступление. Интересно, что преступники никак не могли тогда запомнить, как выглядит и где работает Антон Герасченко, и были заняты поисками денег на такси до России. Подобную оперативную удачу силовики поймали и на этой неделе. По горячим следам задержали преступника, который хотел поджечь автомобиль жены Антона Герасченко. Ну а затем использовать эту шумиху из-за этого преступления в политических целях. Впрочем, злоумышленник ошибся. У супруги Герасченко своей машины нет и уничтожил машину соседки. Найти его удалось при помощи СБУ. Преступник для маскировки носил полицейскую форму. Да и вообще, в полиции отчитывается, что криминальная вольница в Украине все-таки заканчивается. Несмотря на ежедневные сообщения о новых убийствах или ограблениях, официальные данные показывают заметный спад преступности. Например, первый замглавы нацполиции Вячеслав Оброскин заявил, что в этом году статистика убийств самая низкая за целые 10 лет. При этом глава нацполиции Сергей Князев утверждает, что раскрываемость преступлений уже достигла 88%. Любопытно только, как же так получается, что именно громкие преступления у нас практически всегда остаются нераскрытыми. Еще одна категория преступлений, с которой силовики пока что справиться не могут, ну или не хотят, это аферы с реестрами. Звучит, казалось бы, непонятно, но на деле у любого человека в нашей стране могут запросто украсть квартиру. А сам владелец об этом даже узнает не сразу. Не только квартиру. Мошенникам удается завладевать и домами, и предприятиями. Как работают эти схемы, и почему под угрозой недвижимость каждого украинца, разбиралась Елена Зорина. Нагло отжать или цивилизованно отобрать. Можно даже оптом и за одну ночь. Любой, кто купил недвижимость, я бы рекомендовал в каком-то бумажном виде все-таки иметь документ, подтверждающий право собственности. Вписать нужные фамилии в графе владелец без шума и пыли оказывается проще простого. Цены, насколько мы знаем, по такой оперативной информации, это от одной до нескольких тысяч долларов. Черные нотариусы, риэлторы или просто мошенники, тысячи пострадавших. Но вот поймать за руку аферистов не так-то просто. Это ноу-хау, который сегодня есть и развивается. Не было заявлено суммы 15 тысяч долларов, и все, мы закрываем эту тему. Пока Людмила была в зоне АТО, для ее квартиры нашелся новый владелец. Как раз после Иловайска я лежала по госпиталям, и за этот момент все это было сделано. Небольшая трехкомнатная квартира в центре шахтерского городка Терновка, где Люда до войны жила вместе с двумя детьми. Недвижимость досталась в наследство от дедушки, которого она досматривала. Но в один прекрасный день входные двери просто сменили. Он только приехал, телевизор нашли в этом шахванере, и водогрейка где-то была. Новый владелец, некий адвокат, рассказывает мать Людмилы Раиса Николаевна. Это опасно он угрожал. Как он узнал, мы сами не знаем. После вызова полиции он отдал дубликат ключей. Сама же Людмила отправилась на судебную войну, которая продолжается по сей день. Там все поставлено на поток. То есть знаем, что в Терновке ни одна квартира, которую они, ну, знаете, как находили, стариком находили там неблагополучные семьи, знакомы с этим нотариусом, это они не скрывают. И частный нотариус, так каким образом они формулили квартиру. Юридические услуги особого сорта так вуалируют этот довольно прибыльный бизнес. Переписать не то, что на кота, на кого укажете. Могут все, что угодно. Квартиру, машину, дачу и даже целое предприятие. Иногда достаточно одного звонка. Такая вот современная форма рейдерства. Большой популярностью этот бизнес стал пользоваться после открытия реестров для нотариусов и изменения правил оформления недвижимости. Подделка документов, двойные продажи. Объявление нужных людей есть даже в интернете. В большинстве случаев эти лица все проживают либо на территории АТО, либо в Крыму. Их даже найти очень тяжело. Либо являются вообще иностранцами. Черных нотариусов берут на карандаш в Минюсте. Их отлучают от реестров, но те все равно продолжают действовать. Они уверены без наказанности. Потому что там кто-то сверху договорится. За те взятки, которые они берут, отдают вверх. Там у них крыша. Но иногда и сами нотариусы оказываются жертвами. Хакер присылает письмо, в котором вредоносное вложение. Это вложение на самом деле очень четко похоже на письма, которые приходят от Минюста. Получить доступ к реестру и хозяйничать там уже от имени нотариуса может даже студент. Так переоформляют недвижимость и выводят из-под ареста нажитое непосильным трудом. Чем крупнее объект, тем больше ставки. Это были и квартиры у частных лиц, это была и достаточно крупная коммерческая собственность. Когда из ипотеки банка выводилась, и тут же куда-то там в офшоры продавалось. И какие-то сети магазинов, сети заправок. Под прицелом, говорят риэлторы, оказываются прежде всего те, за кого вступиться некому. Одинокие люди, люди, которые подвержены психическому влиянию, люди, которые уезжают отсюда на длительный срок за рубеж, допустим. Арендодатели, которые пытаются, так скажем, не совсем честно, открыто сдавать свое имущество. Вера Михайловна с надеждой в который раз заходит в этот подъезд. Весной она часто проведывала одинокого пенсионера Владимира Баркуна. После смерти жены инвалиду нужна была помощь. А в начале лета пенсионер внезапно исчез. После пропажи старика в квартире появились посторонние люди. Оттуда вывезли вещи и начался ремонт. Где хозяин жилья, незнакомцы долго не признавались. За считанные месяцы на одинокого старика успели оформить кипы документов и судебных решений. Оказалось, его признали недееспособным и назначили опекуна. А та выписала его из квартиры. Село Чеховка, 20 километров от Черкассы, исчезнувшего Владимира Баркуна удалось найти среди пациентов местного психоневрологического интерната. Теперь Владимир Ильич на попечении у государства. Ведь опекун о нем едва вспоминает. Опекун Екатерина Лысенко для пенсионера после решения суда ближе, чем самый близкий родственник. Без ее разрешения с Владимиром Баркуном теперь нельзя даже общаться. Почему старика выселили, женщина объяснять не хочет. В разговоре утверждают, что она родственница по линии жены, а по судебным решениям просто знакомая. Но дальше больше. История напоминает настоящий детектив. Оказывается, половину жилья пенсионера после смерти его супруги унаследовал через суд какой-то двоюродный внук. И продал ее сестре нынешнего опекуна. И сам тоже стал опекуном старика. Абсолютно законные действия проведены, но такие, что я не с первого раза поняла, кто там кому что. Чтобы не стать жертвами квартирных аферистов, юристы и риэлторы советуют тщательно проверять документы, которые подписываете. А оригиналы, подтверждающие право собственности, не доверять никому. Впрочем, это лишь малая страховка. От незаконных вмешательств в реестр не защитит никто. Елена Зорина, Марьяна Бурякова, Елена Миндалюк, Станислав Кухарчук, Вячеслав Фролов, Иван Ермаков и Владимир Дедов. Подробности недели телеканал Интер. Прокомментировать эту тему мы попросим одного из самых опытных украинских адвокатов Михаила Ильяшева. Он сейчас на связи со студией подробностей недели. Михаил, здравствуйте. Скажите, почему до сих пор существует вот эта дыра в реестрах? У людей могут спокойно отбирать недвижимость, власти с этим ничего не делают. А легко закрыть возможность применения таких схем мошеннических? Ну, в принципе, было благое намерение, чтобы упростить процедуру регистрации, убрать излишние формальности, и чтобы человек, продавая квартиру, мог немедленно перерегистрировать ее на нового собственника, и новый собственник мог ей сразу распоряжаться. Но, как оказалось, не все так просто, и те бюрократические перепоны, которые были раньше, многие сейчас уже вспоминают с ностальгией, потому что каждый опасается, в том числе, за свою квартиру, что она в любой момент может быть переписана. И проблема тут, в принципе, не столько в законодательстве, сколько в недобросовестных нотариусах, недобросовестных государственных регистраторах, которые имеют возможность работать с реестром и вносить в него изменения. Я не соглашусь с утверждениями о том, что достаточно сложно расследовать такие преступления, как по мне, их расследовать очень просто, потому что всегда за подобной перерегистрацией стоит абсолютно конкретный нотариус. И я уже достаточно много сталкивался в своей практике с тем, как нотариусы это делают незаконно, но пока еще не сталкивался ни разу с хакерскими атаками, в результате которых имущество было переписано. То есть я думаю, что все-таки хакерские атаки, это является прикрытием для того, чтобы тот или иной нотариус сделал то или иное черное дело. А главное, что вряд ли какой-то нотариус вдруг один раз решил оступиться и переписать такую квартиру за тысячу, две или пять тысяч долларов. Как правило, это систематическая деятельность, и любой правоохранительный орган, он может просто, собрав информацию о жалобах на того или иного нотариуса касательно подобных его действий, привлекать его к уголовной ответственности. Понятно, то есть ситуацию можно решить реальными уголовными делами. Хорошо, но все-таки у нас есть на сегодняшний день жертвы таких афер. Что им делать? Как, вот вы считаете, насколько долгой может быть борьба за то, чтобы вернуть свою собственность? Может это затянуться на годы долгие? Вот это самая большая проблема. Для того, чтобы незаконно перерегистрировать собственность в реестре, потребуется несколько часов. Для того, чтобы потом вернуть все назад, иногда могут потребоваться долгие-долгие годы. А самая большая проблема в том, что возможно потом сегодняшнему собственнику, который потерял свою недвижимость в результате незаконной перерегистрации, придется бороться не только с преступниками, которые это сделали, а придется бороться с вполне добросовестным приобретателем, который на рынке просто купил эту квартиру через третьи-четвертые руки. И фактически люди начинают воевать между собой, а про виновника и преступника в этой ситуации просто забывают. Михаил, простые люди, они действительно беспомощны в этой проблеме? Можно дать им какие-то советы? Можно зафиксировать какие-то простые вещи, которые людям нужно сделать, чтобы обезопасить себя вот от таких мошенников? Раньше мы советовали тем, кто очень боится за свое имущество, хотя бы наложить на него какой-то арест. Это вызывало удивление у иностранцев, но у украинцев, в принципе, удивления не вызывало. Сегодня этот рецепт не работает, потому что тот же, кто незаконно может безосновательно перерегистрировать имущество, таким же другим действием, не менее сложным, может просто удалить существующий арест. Поэтому мне уже известны люди, и в том числе и крупные бизнесмены, которые имеют даже в штате специальных сотрудников, проверяющих ежемесячно наличие имущества, что его еще не переписали. Ведь это касается не только квартир, эта проблема, она также касается и корпоративных прав в компаниях. Кошмарная ситуация, конечно, сложилась, если честно, но спасибо вам, что разъяснили нам кое-какие-то моменты. На связи со студией подробностей недели был один из лучших адвокатов Украины, Михаил Ильяшев. Мы с вами продолжаем, и вот какие темы будем обсуждать дальше в нашей программе. Две стороны монетизации субсидий. Государство или население? Кто на самом деле выиграет от выплаты новых компенсаций? Вспышка смертельной инфекции. Украинцев предупреждают об эпидемическом неблагополучии. Стоит ли бояться эпидемии менингита? Курс на нацию неучей? Выживут ли профтехучилища, колледжи и техникумы без денег из госбюджета? Президент Украины Петр Порошенко на этой неделе побывал с визитом на Аравийском полуострове в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Визит длился два дня, и результаты у него ощутимы. Во-первых, удалось договориться о визовых послаблениях Саудовской Аравии и о безвизовом режиме с Объединенными Арабскими Эмиратами. Может показаться, что это небольшое достижение, но этот регион – очень популярное туристическое направление. Второй момент – это инвестиции. Арабские инвесторы традиционно проявляют интерес к инфраструктуре других стран – строительству и транспорту. И управляют при этом фондами на сотни миллиардов долларов. Если хотя бы часть этих денег придет в Украину, наша инфраструктура, например, портовая, получит возможности для быстрого развития. Саудовские компании, которые уже сейчас имеют очень позитивный опыт работы в Украине, приняли решение увеличить вдвече обсяг инвестиций. Кроме того, инвестировать в портовую инфраструктуру, брать участь в приватизации, которую, я надеюсь, удастся запустить после принятия Верховной Рады закону про спрощение процедуры приватизации и обеспечения ее прозоростей. Инвестиции были и одной из главных тем во время визита премьер-министра Украины в Канаду. Владимир Гройсман провел переговоры со своим коллегом Джастином Трюдо, посетил канадский парламент и экономический форум в Торонто. Премьер-министр договорился о новых направлениях сотрудничества с Канадой в аэрокосмической отрасли, обсуждали участие украинских компаний в освоении арктического региона этой страны. Впрочем, только экономическими вопросами переговоры не ограничились. Канадские политики еще раз подтвердили свою готовность поддерживать Украину в противостоянии с Россией. Бачу, насколько величезный есть потенциал развития наших двусторонних отношений. И то, что удалось в последних буквально несколько лет реализовать ряд важных решений, в том числе и международную торговлю. И мы видим сегодня полную поддержку территориальной целостности Украины, и поддержку на международной районе. Ну и на фоне вот такого интереса инвесторов всегда любопытно узнавать новости о контрабанде. Ведь именно контрабандисты долгое время были настоящими хозяевами портов и таможней в нашей стране, да и сейчас еще пытаются бороться за это звание. Вот, например, данные об одной из операций против контрабандистов в Одессе. На этой неделе не отчиталась государственная фискальная служба. Удалось арестовать 450 миллионов гривен, которые принадлежат целой россыпи компаний-импортеров. Документы у них были фиктивные, стоимость импортных товаров занижалась в разы. Контрабандистам долгое время помогали все. И таможенники, и судьи, и правоохранители. А вот удастся ли окончательно переломить эту тенденцию, обсудим с Мирославом Проданом. Он возглавляет государственную фискальную службу Украины. Здравствуйте, Мирослав. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Скажите, а как долго работала вот эта контрабандная схема в Одессе, о которой я только что упомянул и которую удалось раскрыть на этой неделе? Ну, я попробую внести деколька корректив. По-перше, эта схема работала на ряде митниц, но именно эти субъекты господарования, про которые было уже сказано, они находятся на облике в Одесской области. Большинство своих использовались схемы на киевской, городской и на киевской областной митнице. Но благодаря общим действиям Департаменту по борьбе с контрабандой это порушение митных правил Державной фискальной службы Украины. За их материалом, фактически, детективами НАБУ, призупинена деятельность этой схемы. И, соответственно, на депозитных ракунках митницы, заарештованы кошты в сумме понад 450 миллионов гривен, которые в дальнейшем будут... Ну, 450 миллионов гривен, это, конечно, немало, но, наверняка, эта группировка больше ущерба нанесла государству. Примерно сколько в год у них оборот был? Я думаю, что больше детально это разберется под час следствия, и детективы НАБУ, и вся та информация, которая будет собрана под час самого следствия, но я уверен, что суммы значительно больше. Хорошо. Ну, у нас не только эта группировка контрабандная работала, есть еще западное направление в стране, да? Если все это вместе, вот, подбить по вашим ощущениям, о каких суммах, порядках хотя бы, идет в речь потери для государства? Ну, я помню, как в конце минулого года ряд экспертов, ряд, я бы сказал, громадских деятелей, вы означали, что в тени в украинской митнице находится близко 50 миллиардов гривен. Так вот, я сегодня с уверенностью могу ствердить, что протягом 10 месяцев поточного года украинская митница, додатково до факта минулого года, забезпечила уже 60 миллиардов гривен. Поэтому мы над этим успешно працюем, и сегодня ряд теневых потоков, которые были созрежены как на Захидном регионе, так и в портах Одесской митнице, так и в других митницах Украины, сегодня за рахунок переоснащения, забезпечения техническими засобами митного контроля, створениями соответствующих электронных сервисов, мы пробуем успешно бороться. Однозначно, есть еще много недопрацований, много недолеков, но спальными действиями, если брать, например, и Одесскую митницу, активно долучился до этой борьбы и керевник областной державной администрации, мы понимаем, что сегодня, благодаря митному эксперименту, 50% от перевиконания митницы идут на развитие дорожной инфраструктуры, в результате этого только Одесская митница получила более 2 миллиарда гривен. Понятно. Смотрите, Мирослав, действительно, успешность вашей работы, она, в общем-то, заключается только в одном. Как много денег вы начинаете переносить в государственный бюджет страны. Последние цифры. Недавно фискальная служба, конечно, порадовала. Вы отчитались о рекордных поступлениях в свыше 30 миллиардов гривен таможенных платежей за месяц. Это очень хорошо. А дальше будет больше? Ну, тень, вона також має свої обмеження и свои ресурсы, але в жовтні місяці рекордные надходжения, понад 30 миллиардов гривен, это то, что помогла забезпечить украинскую митницу. Если взять середноденние, их сравнивать, например, с аналогичным периодом минулого года, то середноденние надходжения від украинской митницы складали на рівні 820-840 миллиардов гривен. Сегодня мы демонстрируем середноденние надходжения на рівні майже 1,5 миллиарда гривен. Тобто фактично вдвічі з більшого середнодня надходжения. Мирослав, смотрите, я согласен. Вы цифры называете очень приятные, да, они просто радуют слух. Но скажите мне, пожалуйста, а вот как удалось выйти на такие показатели? Послушайте, информации о значительных кадровых изменениях на таможнях не было. То есть, сейчас работают люди, которые раньше участвовали в этих схемах. Сейчас схемы якобы приостановлены, да, вы даете результат. Но где гарантия, что эти люди не вернутся к этим схемам дальше? Ну, по-перше, мы, кроме изменений людей, и сегодня происходит достаточно большая количество кадровых изменений. Я могу перераховывать ряд митниц, на которых последним временем произошло призначение керевников. Это тернопольская митница, Ивано-Франкевская митница, одесская митница, ряд других митниц, где изменилось абсолютно керевничество. Благодаря новому подходу через абсолютно прозорий конкурс мы обеспечили новое керевничество. Но я наголошую, долучение к этой борьбе с контрабандой и порушением митных правил голев областных и государственных адміністраций сегодня дает определенный эффект. И в результате он выливается в сутки перевоконания, индикативы, что, в принципе, и справляется на развитие дорожной инфраструктуры. Кроме того, у нас, конечно, сегодня большой и важный приоритет это электронные сервисы. С 1 вересня минулого года действует так называемая система единого векна подачи известностей, что, фактически, унеможливлюет любой контакт между посадовой человеком и сотрудником митницы, а, соответственно, и унеможливлюет любой коррупционной складовой. Электронные сервисы сегодня у нас в приоритете и оснащение митницы сучасными техническими средствами митного контроля в принципе унеможливлюет любые коррупционные проявы. Если их обеспечить в достаточной количестве, я уверен, что нам удалось суть уменьшить уровень коррупционных и каких-то нормальных потоков. Вот вы сказали, что, когда говорили о поступлениях, что тень, она не бездонна, да? А мне интересно, насколько мощна и сильна эта тень? Давление сильное или нет? И сильно высокие кабинеты в Киеве задействованы в этом? Ну, что вы понимали, то и тиск, который сегодня на меня выполняется, на команду, которая сегодня со мной współпроцует в Центральном аппарате, на наших представителей в регионах отбывается надзвичайно великий тиск. И в том числе от безусловно людей, которые надзвичайно великую количество часу поразитували на державном бюджете. Однозначно, у них есть покровители и в высших кабинетах державной влады. Но меня это в никаком случае не зупиняет. Я думаю, что мы успешно будем с этим боротися, что мы, в принципе, сегодня и демонстрируем. Спасибо вам за ответы на эти вопросы. Давайте так договоримся. Когда будут следующие показатели 40 миллиардов платежей за месяц, вы обязательно приходите в эту студию и читывайтесь о достигнутом. Спасибо. За двумя. Мирослав Продан. Чекать будет недолго. Спасибо. Мирослав Продан отвечал на мои вопросы. Мы с вами продолжаем. Следующая неделя наконец-то будет пленарной. Верховная Рада возвращается к работе после перерыва. На прошлой пленарной неделе, которая по скандальности оказалась одной из пиковых в этом году, депутаты, как обычно, отложили на потом большинство важных вопросов. И как раз сейчас эти вопросы придется решать. Ведь до новогодних каникул у народных избранников осталось всего ничего. 16 рабочих дней, из которых только 8 дни голосования. Какие законопроекты в работе у депутатов напомнит наша короткая справка. Опять за работу. Две недели отдыха после ударной трудовой недели заканчиваются. И уже со вторника народные избранники снова соберутся под куполом. Заседать планируют две недели подряд. И нерешенных задач у них собралось прилично. Первонаперво депутаты должны решить, с какими цифрами страна будет жить в следующий год. Уже во вторник депутаты обещают взяться за проект государственного бюджета. В первоочередной повестке и вопрос избирательных кодексов обещают на следующей неделе рассмотреть и Кабминовский законопроект о приватизации. На прошлой пленарной неделе депутаты в первом чтении таки приняли законопроект о реинтеграции Донбасса. Теперь должны проголосовать окончательно, со всеми поданными правками. Без еще одного рассмотрения в сессионном зале не начнется медреформа. Сейчас она заблокирована. Ведь группа депутатов зарегистрировала постановление об отмене закона. И пока на их протест не отреагируют нардепы, спикер не отправит документ на подпись президенту. Кроме того, избранников ждут срочные кадровые вопросы, которые отложили в долгий ящик. Ведь до сих пор пустуют кресла руководителей в Нацбанке и фонде госимущества. Нет новых членов счетной палаты и Центр избиркома. У омбудсмена давно истек срок полномочий. Два министра Юрий Стейтси Тарас Кутовой давно заявили об отставке, но ее так и не приняли. А Ульяна Супрун никак не избавится от приставки ИО. Итак, попробуем разузнать уже сейчас, чем из этого Верховная Рада точно займется на следующей неделе. Вопросы об этом можем задать Ирине Луценко, представителю президента Верховной Ради Украины. Она сейчас на связи со студией подробностей недели. Приветствую вас, Ирина. Скажите, когда депутаты вернутся к рассмотрению законопроекта о реинтеграции Донбасса? И удалось ли согласовать все поправки к нему так, чтобы этот документ набрал все-таки большинство голосов? На сегодняшний день в Комитет по национальной безопасности, который осуществляет Сергей Пашинский, надошло больше двух тысяч поправок до этого закону. Секретарь пытается их систематизировать. Уявите себе такую большинство поправок, которые нужно сейчас систематизировать. Частина из них достаточно большая. Не имеет отношения до тела закону, вступает в противоречие взагалі с темой этого закону, с базовыми принципами этого закону. Тому иде систематизация, как отхилить, что можно добавить. Все эти вопросы систематизируются, и на 6 листопада уже заявлено Комитет, где будут эти поправки рассматриваться. Комитет планует очень серьезный анализ, потому что до этого закону прикута уважа всего общества и общественной общественности. Поэтому продолжение этого законопроекта работа над поправками будет продолжена и 8 листопада. И я думаю, что на конец второго пленарного тижня он будет вынесен в зал, если встегнуть народные депутаты. Но тут успешность никому не нужна, адже это доля Украины, это доля тих территорий, которые сейчас находятся на оккупованной территории. Под этот закон, так же, как и под Минские угоды, завязаны санкции и стримирование России, поэтому никакой успешности не может. Это должен быть очень серьезный политический документ, который позволит работать над ним, над продолжением снижения агрессора и выхода Российской Федерации из территории Украины войск. Хорошо, но вас, я имею в виду депутатов, ожидает еще первое чтение проекта госбюджета на следующий год. Вот вы как оцениваете качество этого документа? Много ли поправок придется в него вносить? Мы на первом пленарном депутатов, депутатов, этого бюджета. Кабинет министров готовый и уже рассматривает эти поправки. Я думаю, что все будет идти в плановом режиме. Ну посмотрим, посмотрим, вложитесь ли вы в план. Ирина, последний вопрос. Смогут ли депутаты решить хоть какие-то из накопившихся кадровых вопросов в ближайшей неделе? Их ведь у вас уже очень много. От избрания бутсмена до обновления счетной палаты. Или по этим пунктам компромисс пока не найден? Зараз завершуется процедура узагальнення поданих на конкурс в Рахункову палату кандидатур. Мы знаем, что эти кандидатури уже выбраны. В комитете, который курует эти питания, будет идти узгоджение. Я думаю, что на наступный, не на этот, на наступный пленарный тиждень, наверное, мы будем рассматривать вопросы Рахунковой палаты. По обновлению кандидатури остались те же. Народный фронт пропонировал свою кандидатуру Людмили Денисовой. У нас есть кандидатура Алексеева. Подали пропозиции и громадские организации. Не бачу ще готового консенсусного варіанту. Адже, вы знаете, что когда мы голосовали судовую реформу, зміни до криминального, адміністративного, цивильного и криминально-процессуального кодексу, внесена была поправка про то, чтобы голосование за омбудсменом то, как только эта колизия будет усунута, даже если там будет 5-6 голосований и разных кандидатур, шляхом наибольшей кількости отданным голосам, это можно будет сделать. Но, власне, та колизия не позволяет нам двигаться дальше. Мы будем работать над усунением этих суперечностей. Ясно, спасибо. Ирина Луценко, представитель президента Верховной Ради Украины, отвечала на мои вопросы. Две стороны монетизации субсидий. Государство или население? Кто на самом деле выиграет от выплаты новых компенсаций? Вспышка смертельной инфекции. Украинцев предупреждают об эпидемическом неблагополучии. Стоит ли бояться эпидемии Менингита? Курс на нацию неучей? Выживут ли профтехучилища, колледжи и техникумы без денег из госбюджета? Подробности недели с Алексеем Лихманом снова в прямом эфире. Спасибо, что дождались. На этой неделе в Кабмине наконец-то начали объяснять, почему украинским пенсионерам так по-разному повысили выплаты? На каком основании одни получили больше тысячи гривен, а другие всего сотню, хотя стаж и у тех, и у других одинаково солидный? Разъяснение появилось со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики. Опубликовали даже формулу. Объяснение чиновников состоит из двух пунктов. Во-первых, перерасчет пенсии на основе актуальной средней зарплаты не проводился уже 10 лет. И чем дольше человек на пенсии, тем больше у него получалась доплата. Второй момент. Чем больше была зарплата, пока человек работал, тем больше он получает при перерасчете. Поэтому, например, шахтеры или работники вредных производств могут похвастаться особенно заметной прибавкой. Появилась и детальная статистика по самим выплатам. Всего повышение пенсии коснулось больше 10 миллионов человек. Но вот половине этих пенсионеров досталась очень скромная прибавка. До 200 гривен. Доплату до 500 получили 2 миллиона украинцев. Надбавка до 1000 у чуть более миллиона человек. А вот больше тысячи гривен приплюсовали только 2 миллионам наших пенсионеров. Еще полтора миллиона человек повышение выплат вообще не затронуло. Ну что ж, похоже, люди рассчитывали все-таки на большее. На большую щедрость центральной власти рассчитывали и распорядители местных бюджетов. В регионах до сих пор не могут прийти в себя от проекта госбюджета на следующий год. Вот, например, одно лишь сокращение субвенции на образование. Это уже потеря миллиардов гривен для местных бюджетов, которую компенсировать ну попросту нечем. Под вопросом судьба сотен колледжей, техникумов по всей стране. Они могут попросту закрыться. Министерство финансов от этой проблемы пока отмахивается. Мол, на местах денег хватает. Но наша Павлина Василенко увидела то, что не хотят замечать чиновники. О бюджетном ударе по образованию смотрите далее. Каждый понедельник и пятницу ученики этого аграрного училища в городке Гадяч проводят на пасеке. Детинство, что мне было такая мрия, чтобы поступить на джилера. Мне не понравилось. Узнав, что есть только в Гадяч, и я приехал сюда, чтобы начать на любом справе. Это ПТУ действительно уникальное. Тут учат будущих пчеловодов. Многие дети приезжают сюда из других областей. Я мельский хлопец, проживаю в Харкове. Я пытаюсь добиться профессии, которая будет годовать мне все життя. Но в прошлом году это учебное заведение с 85-летней историей оказалось на грани закрытия, после того, как все ПТУ перевели на финансирование из местных бюджетов. Многие райцентры просто не могли позволить содержать сразу несколько училищ. в сечение месяца мы не получили зарплаты в лютый 16-го. И аж в середине березня мы только могли получать зарплату за все месяцы и стипендии учени, и также коммунальные проплаты за использование газа, свитла. Просто людям смотрела в их голодные очи, и очень просила выдержать. Легче стало в этом году, когда все ПТУ перевели на финансирование из областных бюджетов. Но городские власти пытаются и здесь экономить. Урезают региональный заказ. Хотя пчеловод профессия государственного значения и финансируется из госбюджета. Но денег на такие училища все равно катастрофически не хватает. Констовары мы забыли, когда нам давали на констовары. Мы берем деньги из спецфонда. Поставить программу или флешки купить. Очень значительная сумма была выделена на подготовку за профессиями загальнодержавного значения. 119 миллионов. Эти деньги мы начинаем вытрачать только сейчас. Потому что они относятся ученям нового набора. Государство формирует заказ на 19 профессий, среди которых пчеловоды, виноградари, живописцы и тестоделы. На остальные профессии, которым учат в ПТУ, заказ формирует область. Зависимо от потребностей. Но чтобы выжить, училища и сами начали искать альтернативу в бизнесе. Новые аудитории, форма и условия, максимально соответствующие реальной работе. В этом Одесском ПТУ учатся лучшие сантехники Украины, победители конкурса. Теперь за ребятами очередь из потенциальных работодателей. Работодатели предлагают и заграничную работу. А если есть вариант, что можно остаться в Украине, для начала себя вижу монтажником, а в дальнейшем может и руководителем какой-то бригады. Это ПТУ участвует в швейцарско-украинском проекте по улучшению профтехобразования. Но такие училища скорее исключение. Чтобы заполнить кадровые дыры, частные фирмы спонсируют подготовку нужных им специалистов. Это эффективнее, чем госзаказ. на очень большие суммы люди нам помогают оборудованием, материалами в подготовке. Ребята, когда к ним обращаются представители больших известных фирм, и у них появляется мотивация к работе, к обучению. То, чего так боялись в преддверии нововведений, не произошло. ПТУ не закрылись, но изменения происходят. 18 училищ из 800 оптимизируют. Но теперь запаниковали работники колледжей и техникумов. Они боятся, что, как и ПТУ, их переведут на местное финансирование. Они студенты единственного на все Закарпатти колледжа, где учат, как делать вино. Новое оборудование и технологии сюда приходят вместе с международными проектами. Пять лет назад наконец-то колледж обзавелся лабораторией. Последнее время на виноделии, как и на другие профессии, все сложнее набрать студентов. Та же проблема, что и с ПТУ. Непопулярные рабочие профессии. Хотя колледж выпускает не простых рабочих, а мастеров. Госзаказ выполняют, но вот с каждым годом удержать преподавательский состав все труднее. С первого вересня должна была зарплата для педагогических працівників зрости на два тарифні розряди. Поки що финансування немає. Недостатність финансування і з коммунальні Средственное образование было хорошо видно уже на этой неделе под зданием Кабмина. Там состоялась акция протеста педагогов. Пусть на Грушевского пришли протестовать пока еще и не тысячи человек, но ведь и госбюджет еще не принят, так что это можно считать, так сказать, предупреждением. Протестовали учителя киевских школ. Они опасаются сокращений и невыплаты зарплаты, ведь на следующий год бюджетных средств может не хватить. Если чиновники не прислушаются к их требованиям, учителя грозят общегородской забастовкой. Только представьте себе, если вот к такому митингу присоединятся еще и педагоги из регионов, тогда Минфину точно не поздоровится. Непростая ситуация и с еще одной масштабной реформой – медицинской. Реформаторские идеи Ульяны Супрун, за которые недавно проголосовало большинство депутатов, все-таки не заработают с 1 января, как это планировали в правительстве и коалиции. В лучшем случае старт реформы стоит ожидать ближе к лету. Такие сроки обозначил заместитель Супрун Павел Ковтанюк в интервью украинскому интерфаксу. В Минздраве считают, что остановить реформу ее оппоненты все-таки не смогут и прогнозируют подписание ключевого законопроекта к декабрю этого года. Напомню, в Верховной Раде зарегистрировано постановление об отмене медреформы и пока депутаты его не рассмотрят, спикер не имеет права визировать принятый законопроект и отправлять его на подпись президенту. Впрочем, даже после подписания по оценке Ковтанюка еще полгода понадобится на согласование и принятие постановлений Кабмина, без которых реализация реформы попросту невозможна. Ну и еще время нужно, чтобы выбрать руководителя новой надслужбы здоровья, которая должна будет распоряжаться десятками миллиардов гривен госрасходов на здравоохранение. Ну а аппаратная битва за такой куш может стать очень напряженной и наверняка еще затянет весь процесс. Итак, почему в Минздраве считают, что у оппонентов медреформы не получится ее остановить? Обсудим с Юрием Бойко, лидером оппозиционного блока, он гость подробностей недели. Депутаты именно от этой полицилы и зарегистрировали то самое постановление, без рассмотрения которого спикер и президент теперь не могут подписывать принятый законопроект. Ничего не напутал, Юрий Анатольевич? Здравствуйте. Но похоже, что ваши планы не сильно пугают Министерство здравоохранения. Вот заместитель Яны Супрун в интервью сказал, что у оппонентов медреформы не хватит голосов, чтобы провести постановление. Получается, что у нас большинство депутатов все-таки поддерживают идею Супруна? Ну, действительно, наша фракция голосовала против этого закона, потому что мы считаем, что в условиях, когда 60% населения находится за чертой бедности, узаконивать платную медицину – это преступление. И второе, вот эта коррупционная конструкция, которая называется Агентство по здравоохранению, которое будет делить 97 миллиардов, это противоречит всем принципам децентрализации и вообще здравого смысла страны. Более того, при голосовании были нарушены процедуры в парламенте, и мы зарегистрировали постановление об отмене этого голосования. Понятно, что это постановление не будет принято, понятно, что найдется, поскольку нашлось большинство на принятие этого закона, то не пройдет наш вариант, но тем не менее мы будем бороться дальше. Если будет подписан этот закон, то мы готовим обращение в Конституционный суд о нарушении прав людей при внедрении вот этого закона. Мы будем бороться, потому что за нами правда, потому что этот закон, он практически, это называется медицинский геноцид, как его назвали уже врачи. Но вот, конечно, главный вопрос вы уже затронули, вы говорите об узаконивании платной медицины. Это, наверное, один из самых главных вопросов, которые сейчас обсуждает общество. Есть разные цифры, но не выданные официально. Депутаты хотя бы знают, о каких расценках на медуслуги идет речь или нет? Я хочу сразу сказать, что мы, подготовив альтернативный вариант страховой медицины в классическом понимании, мы понимали, как это работает, поскольку это работает в многих странах, и они успешно этим принципом пользуются. За операцию, за лечение платит страховая компания. Если это пенсионер, то из бюджета получает деньги, если работник, то за это платит работодатель. Что касается расценок, сведения самые противоречивые. Операция шунтирования стоит от 60 до 100 тысяч гривен. Причем никто не может толком сказать, сколько операций будет льготных, сколько операций придется оплачивать людям. Полная неразбериха, никто не может сказать, по какой принципу будет насчитываться зарплата врачам. И вот таких вот вопросов очень много, абсолютно непродуманный закон, социально чувствительный, затрагивающий колоссальное количество людей, и при этом не подготовленный. Но если вы говорите, что закон не продуман и не подготовлен, вы верите в окончательную реализацию всех его пунктов? Безусловно, нет. Как только столкнутся с практической реализацией, мы уже видели на примере нескольких больниц, общаясь с врачами, которые тоже не понимают, что это будет, но уже видно, что это не пройдет. Поэтому не надо было вообще это затевать. Надо было сделать то, что сделала весь мир, страховую медицину в классическом плане, так, как мы предлагали. И не было бы такого безобразия, которое мы видим сейчас. Давайте теперь о другом безобразии, которое мы наверняка точно увидим. Голосование за бюджет, вернее торги перед этим голосованием. Политики уже высказывают очень много замечаний к этому документу. Как вы думаете, 226 наберется и как быстро, и что нужно все-таки изменить в этом проекте госбюджета на следующий год? Действительно, голосование за бюджет в первом чтении стоит на вторник. Я могу сказать позицию нашей фракции. Мы не будем голосовать за вариант правительства, поскольку видим, что там нарушаются права наших людей. Социальные выплаты практически, даже с учетом инфляции, снижаются. Они остаются на этом уровне. А растут выплаты на силовые структуры. Суммарно на 21 миллиард растут выплаты на полицию, пограничников, прокуратуру, службу безопасности. То есть идет построение полицейского государства с бедным населением. Кроме того, административные органы получают солидную добавку. Ну, например, кабинет министра получает плюсом 2,6 миллиарда гривен. При том, что обрезаются все выплаты на инвалидов и по уходу за детьми, матерям-одиночкам и чернобыльские. Все социальные выплаты практически с учетом инфляции уменьшаются. Поэтому мы против такого бюджета чиновников. Но мы подготовили свой вариант, передали в бюджетный комитет. И будем наставить, чтобы это был бюджет для людей, а не для чиновников. Мы будем голосовать только за свой вариант бюджета. И еще о тех, кому тоже, по-моему, в следующем году ничего не достанется. По крайней мере, судя по заявлениям правительственных чиновников, пенсионерам ждать повышения пенсии в следующем году не приходится. Как вы думаете, это можно изменить в госбюджете на следующий год? Можно додавить Минфин, ну, выбить хотя бы еще одно повышение пенсии? Ну, смотрите, если взять наш вариант бюджета, то, безусловно, да. Поскольку у нас заложено повышение пенсии на базе того, чтобы уменьшить выплаты на силовые структуры, заложить увеличение доходов бюджета за счет реальной инфляции, снизить в два раза коммунальные тарифы, которые практически съедают любое повышение, если оно такое даже будет. И если это принято, то, конечно, это можно. В сегодняшнем варианте правительства я не вижу там доброй воли для того, чтобы помочь людям. Нет, такого и есть просто вот тупо проталкивают вариант правительства, вариант строительства полицейского государства с бедным населением. Хорошо, но не бюджетом единым вы будете жить в парламенте ближайшие два месяца, хотя работать осталось, по-моему, четыре пленарные недели. Две в ноябре и две в декабре. Вопросов масса, да, накопилось, законопроектов тоже. Как по вашему прогнозу? Каких решений, рассмотрения каких законопроектов ждать в ближайшей пленарной неделе? Я могу сказать позицию нашей фракции. Мы будем требовать отчета правительства за год, который они отработали, даже больше уже. И мы будем требовать предоставления программы выхода из экономической кризисы, которая у нас сегодня есть. Если правительство не будет представлять эту программу, мы будем требовать, чтобы она ушла в отставку. Точно так же, учитывая вакханалию преступности в стране, которая в том числе и ваша передача освещена, мы будем требовать, чтобы руководители правоохранительных органов пришли и отчитались в парламенте, что вообще они будут делать с тем безобразием, которое происходит в стране. Такое постановление о их отчете мы уже зарегистрировали и передали в парламент. Вот это для нас принципиальный вопрос. Это, в общем-то, волнует всю страну. Согласен с вами. Спасибо вам за этот разговор. Лидер оппозиционного блока Юрий Бойко отвечал на мои вопросы. Спасибо, что пришли. Мы с вами продолжим и поговорим сейчас о том, что нам давно обещали. Вот-то вроде наконец-то начали. В Украине стартует монетизация субсидий. И хотя во власти говорили о том, что люди должны получать наличными всю сумму субсидий, чтобы самостоятельно решать, как именно сделать свой дом энергоэффективным, в реальности пока что можно получить только часть этих денег. То, что удалось сэкономить на оплате счетов. Вице-премьер-министр Павел Розенко анонсировал начало выплат с этой недели. Получить деньги могут почти 2 миллиона человек. Ну а бюджетный ресурс на это предусмотрен в размере чуть больше 1 миллиарда гривен. Итак, кто может получить эти деньги? Как они будут выплачиваться? И почему в этом случае государство одним насчитывает сущие копейки, а другим сотни гривен? Ответ искала Любовь Кукла. Леся Журавская живет в Кропивницком, в трехкомнатной квартире вместе с дочерью. Получает субсидию. Говорит, прошлой зимой спали под двумя одеялами, чтобы не замерзнуть и хоть как-то сэкономить на коммуналке. Оскільки у меня автономка, я сама могу регулювать. В теплый период зимы я могу трохи прикручивать газ, коли морозы я могу додавать. И таким чином я в среднем витрачала 100 кубів газа на опаление. И в итоге сэкономить все-таки удалось. Правда, цена за испытание холодом вышла копеечной. Люди в черзі говорили про разные суммы. Одни говорили, комусь повертали 700 гривень, комусь повертали 150 гривень. Ну, мені повернули 149. Точнее, пока не вернули, а только пообещали. Денег женщина еще не получила. Ждет. С нашими заоблачными ценами на коммуналку украинцам приходится экономить. Но тем, кто имеет автономное отопление и мерзнув прошлой зимой, государство пообещало компенсацию. Правда, суммы за добровольное закаливание довольно скромные. В среднем за сэкономленную электроэнергию можно получить 150 гривен. За газ – 700. Но компенсацию за газ заплатят только тем, у кого автономное отопление. Это в основном жители маленьких городков и сел. Их почти 2 миллиона. Механизм выплат простой. Сэкономил, обратился в совбест, написал заявление, куда доставить обещанную сумму. Варианта два – или на карточный счет, или наличное на почту. Не звертался пока еще до нас никто. Может, будет в майбутнем, но зараз пока еще. Оно же только началось. Сегодня только второй день, когда начала действовать монетизация. Перечислить деньги всем украинцам, а это сумма свыше миллиарда гривен, обещают до 15 ноября. И хотя выплаты еще практически не начались, они уже обросли слухами. Люди боятся, что сэкономленные деньги якобы нельзя будет потратить на свои нужды, а только на коммуналку. Это деньги, которые даются людям. А куда она вытрачается? Это сэкономленные деньги, которые люди получают за счет этой экономики. И она может использовать ее на любое время. И это далеко не все страшилки, которыми пугает сарафанное радио. Люди уверены, что после выплат компенсации им пересчитают субсидии. И хотя многие слухи оказались неправдивыми, на самом деле с монетизацией не все так радужно, как описывают в правительстве. Это имитация субсидий, чтобы показать, что что сделали. Монетизация субсидий – это требование МВФ. Там посчитали, это научит украинцев экономить энергоресурсы. И нынешняя выплата компенсации – это первый шаг на пути глобальной компенсации. Но вот, по словам экспертов, в Украине этот механизм работает для галочки, ведь расчеты взяты с потолка. Вы там что-то сэкономили, мы вам 600 гривен. Люди, не снущайтесь. Во-первых, я не знаю, когда эти 600 гривен дадут. Но на действительно адресную компенсацию у нас в бюджете просто денег нет. На выплату субсидий из казны уходят колоссальные суммы. Только в этом году потрачено 60 миллиардов гривен. Ведь на дотациях государства больше 6 миллионов семей. Такого в Европе больше нет нигде. Германия – страна с самой надежной социальной защитой. Там помощь государства уже давно монетизирована. Субсидий, как таковых, нет. Есть соцпомощь живыми деньгами. Пособия получают безработные в среднем 3,5 сотни евро в месяц. Плюс государство помогает оплатить аренду квартиры и коммуналку. Помощь получают безработные. Я никогда ничего не получал. У меня стаж 47 лет. Всю жизнь работал. Я жду внука. Он здесь пытается найти работу. Помогают в Германии и малоимущим. Если человеку зарплаты не хватает на жизнь, он может собрать все справки и подать заявку на так называемое жилищное пособие. Монетизация субсидий, как в Европе, это то, что декларирует украинское правительство. Но это дело будущего. А пока сверхзадача власти найти деньги на выплату помощи. Ведь в отличие от той же Германии, в Украине в субсидиях нуждаются даже работающие люди, которые просто не зарабатывают на заоблачную коммуналку. А все стимулы экономить ресурсы пока слишком неубедительны финансово. Любовь кукла, Татьяна Лагунова, Елена Брынза, Сергей Еременко, Павел Лысенко и Владимир Кувакин. Подробности недели. Телеканал Интер. Эта осень принесла первую за долгое время позитивную новость о долгах за коммунальные услуги в Украине. Если раньше приходилось каждый месяц отмечать рост таких неплатежей, то теперь можно чуть ли не впервые сказать, долги сокращаются. Хотя, конечно, и не очень существенно. Так что, наверное, о тенденции говорить пока рано. Но, тем не менее, появились данные за сентябрь и август этого года. Если на конец лета украинцы должны были за ЖКХ больше 27 миллиардов гривен, то на конец сентября долг снизился до 26 миллиардов 800 миллионов. Ну а вот цифры с государственным долгом Украины дела традиционно плохи. Он опять вырос и уже перевалил за 2 триллиона гривен. В долларах это звучит, казалось бы, не так страшно. Всего 77 миллиардов. Но важно помнить, что в ближайшие годы нашей стране предстоят пиковые выплаты по госдолгу. И как раз в долларах. А обеспечить их можно только за счет новых кредитов. Например, от МВФ. И даже если фонд все-таки продолжит поддерживать Украину своими траншами, тенденцию роста госдолга это все равно не сломает. К тому же и шансы получить от МВФ еще хотя бы миллиард долларов пока очень призрачные. В украинской власти надеялись, что одной лишь пенсионной реформы будет достаточно для нового транша. Но МВФ настаивает на выполнении и других требований. Об этом сегодня в Киеве заявил Йоста Люнгман, представитель фонда в Украине. По его словам, для очередного транша все-таки придется запустить процесс приватизации, а также создать антикоррупционный суд и решить вопрос с ценами на газ. Напомню, фонды настаивают, чтобы цена на топливо для населения пересматривалась регулярно и повышалась, если цены на мировом рынке растут. Сейчас, кстати, как раз такая ситуация. Впрочем, премьер-министр Украины Владимир Гройсман уже не раз обещал, что никакого увеличения цены на газ, а значит и повышения тарифов, не будет. По его словам, все это еще тема для переговоров с фондом. Мы сегодня в диалоге и ведем техническую работу на уровне технических фаховцев. И как только мы завершим эту работу, мы про это поговорим. Дякую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В этом году это уже третий случай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А некоторые родители и не дожидаются результатов анализов. Но никакие бабушкины методы профилактики от менингита не спасут. Это воспаление оболочек головного и спинного мозга. Вирусный менингит может подхватить любой человек. Но чаще всего это люди со слабым иммунитетом и травмами центральной нервной системы. В особой группе риска маленькие дети. Почти каждый 20-й ребенок при заболевании умирает. Заразиться можно где угодно. В транспорте, магазине, в больнице или просто на улице. Менингит передается воздушно-капельным путем. Самое главное – вовремя диагностировать недуг. Но самая страшная форма болезни – менингококцемия. Другими словами – сепсис. Именно от менингококцемии умерла трехлетняя девочка в Драгубиче в прошлом месяце. Как и Милану из Киева, ее с высокой температурой забрала скорая. Но через несколько часов ребенок умер. Часто в таких случаях врачи не успевают даже поставить диагноз. И об этом случае другим родителям в детсаду, куда ходила больная девочка, сразу ничего даже не сказали. Они узнали об этом из новостей. Это их очень возмутило. Родители требовали немедленно ввести карантин. Некоторые подозревали, что переносчик вируса – кто-то из работников сада. Проветривание, кварцование помещения. Санстанция сделала дезинфекцию. Были обслежены все дети дошкольного заклада и все работники дошкольного заклада. Результаты показали, что на сей менингококковой инфекции у нас нет. Сейчас уже об этом случае вспоминают с ужасом. Но паника прошла. Врачи говорят, менингит действительно сложно диагностировать, ведь симптомы такие же, как при обычной ОРВИ – головная боль и лихорадка. Единственный способ хоть как-то защитить ребенка – это прививка. Но только не в Украине. Ведь вакцины попросту нет. Врач говорит, некоторые ее пациенты ездят за прививками за границу, а те, кому это не по карману, ждут, когда вакцина появится у нас. Это при том, что ситуация с менингитом в стране уже вызывает обеспокоенность. Только в Киеве заболели 27 человек. Среди них 18 детей. В прошлом году таких пациентов было в три раза меньше. А во Львове на этой неделе госпитализировали сразу пятерых детей. У всех подозрения на менингит. В двоих диагноз уже подтвердили. Ольга с сыном тоже пришли провериться. Детина вияла. Голова болит не нудит. Просто очень сильно вияла. Детина в школе, в хате. Абсолютно никакого контакта с хорами. Детина не мала. Но часто хвори. И услабленный, знаю, иммунитет. В Госпродпотребслужбе уверяют, эпидемии менингита пока бояться не стоит. Статистика не критична. С начала года по всей Украине зафиксировали больше 200 случаев. Большинство заболевших – дети. Медики утверждают, любые болезни можно предотвратить. Даже такие опасные, как менингит. И самое надежное средство – это вакцинация. Но украинцам такая профилактика пока недоступна. Евгения Коваленко, Галина Якушко, Сергей Медведь и Виталий Коваленко. Подробности недели – телеканал «Интер». А еще в стране вспышки гепатита А. В Харьковской области, в селе Андреевка, заболели сразу 18 человек. И самое страшное – вирус был в питьевой воде. Это подтвердили в лабораторном центре при Минздраве. Такая же ситуация и в Ривном. Там тоже 18 людей попали в больницу с желтухой. В городе началась паника. Ведь люди уверены – источник заражения находится в каждом доме. И это вода из-под крана. Так ли это? Что говорят местные чиновники? И почему во всем они обвиняют ФСБ? Медицинско-коммунальный детектив от Инны Белецкой. Это началось в воскресенье. В форумах, где общаются родители школьников и малышей из детсадов, появились сообщения. В городе вспышка гепатита А. Воду из крана не пить. В ней может быть вирус. Власти собрались на тайное совещание. В понедельник такие же слухи начали распространяться в соцсетях. А к вечеру об этом говорили везде. В транспорте, на работе и на лавочках у подъездов. До утра вторника от властей никаких официальных заявлений. Эти люди ни в Турции, ни в Египте не отдыхали. В инфекционном отделении Ривненской горбольницы гепатитный аншлаг. Такого тут не было лет 10, говорят врачи. 14 взрослых и четверо детей. Одновременно. Ольга уже неделю на больничной койке. Она не голову не могла поднять. Лежала и так лежала. Два неделю тому у нас с крана, я на конечном, где-то два дня, такая рыжая, знаете, коричневая вода бегла. Ну такая прям, как коричневая. Мы там, конечно, ничего не варили, но может я там помыла эти яблоки. Не в отделе возбудитель хотят узнать и соседки Оли по палате. Это мать и дочь заболели с разницей в несколько дней. Можливо и вода, да, где-то заражена. Но она уже с таким жоптоватым оттенком. Домой к этим женщинам приходили из Ривненского лабораторного центра. Брали пробы воды. Та вода, яка отбирается, зокрема, в певный час, она не та вода, которую выпили хвори. Сам стан воды может измениться. Тем не менее, эпидемиологи уверены, вирус гепатита А не в воде. Пишут, что это вода. Ну я хочу спростовать только эти четки, потому что, если бы это была вода, то, может быть, было бы больше захворений. И оно было одночасно и в разы больше. Заявление, что вода из-под крана безопасна, делает и директор коммунального монополиста Ривны облводоканала на пресс-конференции, о которой почему-то сообщили не всем журналистам. Вода, которую подает Ривнен водоканал в мережу и в краны Ривнян, она соответствует полностью вымогам, которые ставятся до питания воды. Она безопасна для вживания. Раз вода не опасна, журналисты просят выпить стаканчик из-под крана. Рефлексия директора водоканала на ту воду, на ту жижу, которую ему принесли, это был такой суммыш удивления, огиды, переселения на самого себя в плане выпить эту воду. Это Дмитрий Леонтьюк. Он один из тех журналистов, кто был на пресс-конференции. Он обратился в лабораторный центр, чтобы проверили воду, которая течет из крана в его квартире. Тем не менее, на сайте облгосадминистрации появилось сообщение, что директор Ривны облводоканала обратился с заявлением не куда-нибудь, а в СБУ, чтобы там отреагировали на слухи, которые сеют панику. Управление службы безопасности в Ривненской области наразе не отримало заявку от облводоканала о установлении людей, которые вроде бы поширили фейковую информацию про возможность заряжения водой гепатитом А. То есть, борясь со слухами, чиновники фактически сами слухи и распускают. Мэр Владимир Хамко пошел в заявлениях еще дальше. Обвинил во всем ФСБ. Для меня абсолютно очевидно, что это 100% навмисная диверсия. Перед этим поширили чутки, что Коклюш в месте, и Влада скрывает. Не могу, что выправдоваться. Ни какого Коклюша не могу. 100% работа ФСБ. Гарантую. Ну а Коклюша, как оказалось, мэр тоже плохо осведомлен. Вот официальные данные эпидемиологов. Количество заболевших в этом году возросло в 4 раза по сравнению с предыдущим. Причина – отсутствие прививок. Но вернемся к гепатиту А. Мы отправляемся в лабораторную службу Ривны облводоканала. Хотим увидеть, как проверяют воду. Но не судьба. Нас останавливает охранник и жмет кнопку тревоги. Ну что, меня за вами биться? По вызову спасать водоканал от съемочной группы являются работники Государственной службы охраны. Приезжают патрульные. У вас не есть режимный объект. У вас один будильник. Но в лаборатории нас так и не пустили. Зато эпидемиологи провели анализы и дали ответ. Гепатита А в воде нет. А пока чиновники назначают виновных, обвиняя то обеспокоенных мамочек, то руку Кремля, те, кого окрестили ФСБшным фейком, лежат в ужасных условиях в Ривненской инфекционке, тратя на лечение свои кровные. Воду из-под крана пить они не советуют никому. Впрочем, как и эпидемиологи. Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Ривне. Почти 6 тысяч обстрелов зафиксировала за минувшую неделю на Донбассе мониторинговая миссия ОБСЕ. Если добавить их к общегодовым показателям, цифра получится страшной. Больше 300 тысяч обстрелов. И десятая часть из тяжелого вооружения. Такие данные сегодня озвучил Александр Хук, первый замглавы мониторинговой миссии. Эта неделя в зоне АТО чуть спокойнее, но всего лишь чуть. Подробнее о материале Ирины Баглай. Такая очередь перед блокпостом украинских пограничников в Майорске собирается каждое утро. Беспрерывным потоком жители оккупированных городов пересекают линию разграничения. В основном это пожилые люди. Их цель – украинская пенсия. От нищеты, пенсии, за пенсией. Работали для Украины, на Украину. Едут и не знают, получат ли. Не скрывают, давно живут на два дома. Мы живем, конечно, больше тут. Мы живем там жить, вот скажите. Мы живем в середину на середину. А скажите, нам будут давать? Или вот это мы походим, и потом все равно не будут давать на Украине пенсию. Опираясь на трость, Евгения Степанова возвращается в родную горловку без гривен. Гостила у родственников в Бахмуте. Они ей помогают. Вон кусок хлеба дали, чтобы не умерла с голоду. А как за 200 рублей можно прожить? Не скажешь? За 2000, которые дают. И там пенсию не дают. Как жить? В Артемовске. Обменяв рубли на гривни, Евгения Степанова старается прикупить украинские продукты. Так дешевле. За те 2000, которые мне дают? Какие? Ну, в Денеровске. Можно купить, ну правильно, буханку хлеба и пачку соли. Люди идут и не подозревают, что тишина очень обманчива. Ведь нейтральная зона – это уже линия огня. Опасность в лесопосадках по обе стороны дороги. Чуть более месяца назад тут подорвалась женщина. Почти каждую ночь, как только закрывается пропускной пункт, по посадкам к позициям военных пробираются штурмовые группы боевиков. Люди не могут закласти, керованную какую-то гранату, чи мину, чи будь-який вибуховый пристрей, который может вибухнуть, а потом, конечно, звинуватит нас. Это наша позиция. Практически от этого мы не захищены. И те люди. Ну, такой у нас минус. Построили новый ДОТ прямо напротив нас. И пытаются нас немножко отсюда выдавить. А под Донецком, где от мирных сел остались одни руины, обстрелы не прекращаются ни ночью, ни днем. Противник стал вести себя поагрессивнее. Гораздо чаще заводит тяжелую технику типа БМП. Причем стреляют одиночными минами неожиданно из близкого расстояния. Берут вышибные заряды с ПГ-7, выстрелов, навинчивают через переходник на 82-ю мину и забрасывают. Приход как с миномета, а на самом деле миномета нет. Дневные обстрелы, онлайн-корректировка с беспилотников. Все это говорит о том, что огонь ведут не местные боевики, а российские отпускники. Стреляют достаточно кучно, точно и с нормальным темпом огня. Есть определенный профессионализм в действиях регулярщиков. Там всегда работают по тактике перенятой Советской армии России. Типа темп огня техники тяжелой, минимум стрелкового, максимум крупного калибра техники. То есть стараются не рисковать к личным составам. Беспилотники очень часто поднимаются, скорее всего, что корректируют огонь. Постоянно. Сразу с выхода, сразу в окон. Тут дежурный снайпер. И хотя количество обстрелов на передовой сократилось, безопасность лишь иллюзия. На наших военных охотятся снайперы. У нас какой-то кулеметник провокирует их, просто стрелец. А снайпер тем временем лежит и ждет, когда кто-то из наших в себе спалит. Все, дышали здесь? Чем ближе к позициям противника, тем быстрее приходится бежать. От прострелов уже не укрывают и руины зданий. А вот по ту сторону не прекращается строительство. Они зарываются под дорожное полотно. Очень сильно используют земляные валы. Есть подозрения, что там есть укрытие под технику. У них там стоит довольно тяжкая техника и крупнокалиберная сбройная. Танки, плюс далее несколько минометов, а также крупнокалиберные кулеметы. Но пока что с танками по нас не стреляли. Доставку тяжелого вооружения в Донецк и Есиноватую на этой неделе фиксирует украинская разведка и подтверждают наблюдатели ОБСЕ. Это 6 градов и 2 батареи самоходных установок «Гвоздик». Ирина Баглая, Андрей Косюк, Даниль Косаковский и Марья Анна Бурякова из Донецкой области. Подробности недели. Телеканал Интер. И хотя сейчас наши ракетные и артиллерийские части отведены от линии размежевания, они все равно должны быть готовы в любой момент вернуться и вступить в бой. Об этом сегодня заявил президент Украины Петр Порошенко. Как раз по случаю дня ракетных войск и артиллерии. По мнению главы государства, уже в ближайшее время украинские вооруженные силы должны перейти на стандарты НАТО. И хотя сейчас в армии много проблем, но все же определенные улучшения, в первую очередь в оснащении, уже ощутимы. Наши войскови говорят, что в житті засоби нарешті роблять нашу артиллерию зрячую. И этим сьогодні украинская артиллерия відрізняется от того, что мы мали в 2014 році. Компьютеры, засоби контрбатарейной борьбы, радары, звуковые комплексы. Это надзвучайно важливо. Президент США отправляется в Азию. Аж на 12 дней. В планах у Трампа Японія, Южная Корея, Филиппины, Вьетнам и Китай. Это будет самая продолжительная зарубежная поездка главы Белого дома за последние 25 лет. Столь же длительную командировку в этот регион предпринимал Джордж Буш-старший еще в 1991 году. Главная тема для Трампа в Азии, конечно же, ситуация на Корейском полуострове. В КНДР готовятся провести новые ракетные испытания. Не отказываются и от разработки ядерной программы. И это при том, что усиленные санкции против Северной Кореи настолько ограничили и без того скудный экспорт, что Ким Чен Ын может оказаться без иностранной валюты. К санкциям подключился даже основной партнер КНДР – Пекин. Но всего этого мало. Трамп намерен убедить китайское руководство найти более весомые аргументы. И еще одна новость. Во Вьетнаме президент США может провести переговоры с президентом России. Там лидеры будут участвовать в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Тема Украины на этой встрече тоже может обсуждаться. По крайней мере, сам Трамп заявил, что хотел бы этого. Ну а перед поездкой Трампа в Азию, одной из главных тем в Вашингтоне, стало желание Белого дома получить у Конгресса разрешение на военные операции за рубежом без ограничений. Что за этим стоит и правы ли те наблюдатели, которые говорят, будто Трамп действительно может нанести удар по Северной Корее? Дмитрий Анопченко искал ответы на эти вопросы. Фактор непредсказуемости. Эти слова теперь все чаще говорят, рассуждая не только о северокорейском диктаторе, но и о самом Дональде Трампе. Эксперты, политики, сенаторы. Кто в полголоса, а кто и в полный голос, не скрывая, признаются. Опасаются, что у президента в какой-то момент просто нервы сдадут. И он отдаст приказ атаковать Северную Корею. Отдаст приказ о начале военной операции. И основания для таких опасений есть. Основания серьезные. Они как раз появились на этой неделе. На слушания в Конгрессе политики в последнее время приходят в разном настроении. Показания это ведь под присягой. Кого-то повесткой вызвали, кто-то сам пришел, рассчитывая изменить общественное мнение. Но без ехидных вопросов от сенаторов все равно ведь не обойдется. Два ключевых чиновника Америки, госсекретарь Тиллерсон и глава Пентагона Мэттис, тоже были готовы, что и демократы не смолчат. И с однопартийцами-республиканцами Трамп отношения испортил. Сенаторы попытаются получить заверение, что без их согласия военная кампания против КНДР не начнется. А эти заверения им, ох, как нужны. Риск уже давно нельзя считать незначительным. Скажу вам, шансы, что еще до Нового года Северная Корея ответит на очередное выступление Трампа военной провокации противоамериканских вооруженных сил, очень велики. Вероятность столкновения свыше 25%. Аналитическая записка. Одним из авторов, которой является мистер Хейс, способна остудить горячие головы. Мол, в первый же день конфликта погибнут десятки тысяч жителей Сеула. Ведь Ким Чен Ын стянул к зоне разделения 10 тысяч арт-установок и порядка 500 установок ракетного огня. Из более чем миллиона его солдат больше половины дислоцируются всего в 100 километрах от границы. Да, многие пушки еще советского производства, но и они смогут превратить столицу Южной Кореи в море огня. Если все выйдет из-под контроля, начнется полномасштабная война, которая всего за три месяца заберет жизни двух миллионов человек. Если дело зайдет слишком далеко и будет использовано ядерное оружие, то в первые несколько недель от пяти до десяти миллионов корейцев погибнут, как многие японские и американские солдаты. И мы получим радиоактивные руины, которые десятилетиями придется восстанавливать. Вот почему сенаторы и добивались, чтобы госсекретарь при всех на камеру признал, разрешение на новую корейскую кампанию не существует. Это только в телесериалах американские президенты абсолютно всемогущие. На самом деле, когда речь заходит о внешней политике, их по рукам и ногам сковывают законодатели. К примеру, по Конституции только Конгресс может объявить войну. А главе государства на любой серьезный военный шаг требуется разрешение законодателей. Два таких документа до сих пор действуют. Конгресс выдал их после терактов 11 сентября и в 2002-м, в преддверии войны в Ираке. На основании иракского разрешения силовики и сейчас борются с ИГИЛ, но к корейской ситуации их не применить. И Тилерсон обратился к конгрессменам с просьбой дать новой администрации карт-бланш. Администрации необходимо обязательное разрешение на использование военной силы против врага, который не уважает границы и не ограничивает себя их соблюдением. По сути, это просьба о полной свободе действий. Вот Америка и гадает, чего в этих словах было больше. Попытки забугать пхеньян или желание развязать себе руки. Версии разные, но военные эксперты говорят, тут как в рекламе, три в одном. Во-первых, Ким Чен Ын должен понимать, в случае нападения штаты ответят жестко и быстро. Соединенные Штаты готовы защищать себя и своих союзников, используя весь потенциал наших военных возможностей. Во-вторых, отношения с Конгрессом и так непростые, вот администрация и хочет заранее получить индульгенцию. А в-третьих, голосование за разрешение на войну мгновенно изменит информационную картину в стране. Ведь пока в новостях обсуждают скандалы, которые вряд ли на руку президенту. Но не стоит забывать, что Дональд Трамп не только политик, он в первую очередь бизнесмен, а значит думает не только о цифрах рейтинга, но и цифрах бюджетных. А на две войны, которые ведут сейчас Соединенные Штаты, страна уже потратила астрономическую сумму свыше полутора триллионов долларов. А если быть совсем точным, то 1,7 триллиона. И это, между прочим, официальные цифры, в том числе и цифры бюджетного управления Конгресса. На афганскую кампанию, которая стартовала осенью 2001, страна каждый час тратит 4 миллиона долларов. А за все это время потратила свыше 780 миллиардов. Есть и данные об иракской кампании, которая стартовала весной 2003-го. За все это время страна потратила свыше 820 миллиардов долларов. При этом только на борьбу с ИГИЛ Америка уже потратила свыше 17 миллиардов. Но это значит, что каждый час этой борьбы обходится налогоплательщикам порядка 600 тысяч долларов. Задача номер один для Трампа. И он сам это часто говорит, резко сократить расходы. Но если Америка ввяжется в еще одну войну, миллиардные дыры в бюджете не миновать. И этот аргумент для Белого дома звучит очень убедительно. В Корее есть древняя поговорка. Только пусти слона на лужайку, так он вытопчет всю траву. И она сейчас как никогда актуальна. Большие политики и большие игроки должны тысячу раз подумать, прежде чем отважиться на шаг, который может весь мир поставить на грань выживания. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк. Американское бюро телеканала Интер. На этом все. Спасибо, что смотрели. Увидимся в следующую пятницу.